Лигу Shark 1 это планшета фона огромных размеров, с батареей рекордного объема и с экраном крупнее любого среднестатистического современного смартфона. 6-дюймовые модели смартфонов даже сейчас производятся довольно редко, поэтому смартфон пользуется повышенным интересом у определенного рода пользователей. Лигу Shark 1 поставляется в плоской картонной коробке квадратной формы. В комплект входит зарядное устройство, соединительный микро-USB кабель и проводная стереогарнитура. Лигу Shark 1 получил спокойный, не очень выразительный дизайн, но при этом вполне самобытный. Корпус представляет собой неразборный моноблок в стиле Metallic Unibody. Металл полностью скрыт под матовым немарким, чуть шероховатым покрытием. Металлизированный ободок прокрашен не полностью, остается поблескивающая металлическим блеском боковая фаска. О комфортном удержании в руке столь крупные вещи, как смартфон Лигу Shark 1, говорить не приходится. Чрезмерная ширина и масса не позволяют переносить столь крупные тяжелые устройства в карманах, его удел, сумка или рюкзак. Из элементов на корпусе можно отметить наличие двух стандартных механических кнопок для питания и громкости, сканера отпечатков пальцев, светодиодного индикатора событий, а также менее привычных инфракрасного передатчика и отдельные вспышки для фронтальной камеры. Лигу Shark 1 получил IPS-экран с большой диагональю 6 дюймов и разрешением 1920х1080 пикселей. Экран имеет не очень высокую максимальную яркость, но обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днём. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцание, хорошую стабильность чёрного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, близкий к sRGB цветовой охват и приемлемый цветовой баланс. К значимым недостаткам мы отнесём завышение уровня чёрного и, как следствие, сниженный контраст. Звучит Лигу Shark 1 скромно, звучание безликое, запас громкости вызывного динамика явно недостаточен. Зато в наушниках аппарат звучит вполне удовлетворительно. Звучание более яркое и насыщенное, запас громкости велик. В разговорном динамике звучание глуховатое, но в целом голос знакомого собеседника остаётся узнаваемым. Камеры имеют разрешение 13,5 Мп. Фронтальная камера скромного уровня, рассчитывать на высококачественные селфи не приходится. Она не получила автоматической фокусировки, зато оснащена собственной вспышкой. Основная камера получила датчик производства Sony с медлительным автофокусом. Однако сама камера получилась неплохой, если не считать некоторых недостатков в виде зон нерезкости по краям кадра. А вот с шумами проблем нет. Камера справится с документальной съёмкой. Смартфон стандартно работает в современных сетях 2G и 3G, но также имеет подвержку сетей LTE. Аппарат функционирует во всех трёх наиболее распространённых у российских операторов диапазонах. Навигационный модуль работает и с GPS, и с отечественной GLONASS. Смартфон поддерживает работу с двумя сим-картами по стандарту Dual SIM Dual Standby. Радиомодуль здесь только один. В качестве системы в аппарате используется программная платформа Google Android 5.1 с собственной оболочкой под названием LIGU OS 1.2. Интерфейс приятно оформлен, имеет массу дополнительных настроек, поддерживает работу с жестами. К скорости его работы претензий нет. В целом и оболочка, и набор приложений вполне способны удовлетворить основные потребности среднестатистического пользователя. Интерфейс хорошо продуман и приятен на вид. В конфигурацию восьмиядерной однокристальной системы Mediatek MT6753 входит восемь процессорных ядер Cortex-A53, работающих на частоте 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-T720. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, а общий объём памяти равняется 16 ГБ. С играми платформа среднего уровня в целом справляется. Возможностей данной однокристальной системы на текущий момент должно хватать для выполнения большинства стандартных задач. Однако запаса мощности на будущее у данной платформы нет. Несъёмная аккумуляторная батарея имеет повышенную ёмкость в 6300 мАч. Смартфон демонстрирует рекордные результаты по длительности автономной работы – более суток при чтении электронных книг, 18 часов при просмотре видео или целых 8 часов в режиме игр. Батарея заряжается менее чем за 3 часа. Смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки. Текущая цена на Лигу Shark 1 в интернет-магазинах составляет около 180 долларов. За эти деньги покупатель получит прежде всего смартфон с максимально крупным экраном и очень длительным автономной работы. Естественно, за это пришлось расплачиваться повышенными габаритами и массой, которые многим могут не прийтись по душе. В остальном это вполне обычный по своим характеристикам смартфон от традиционного китайского производителя, со средними по всем параметрам экраном, звуковой системой и аппаратной платформой. Смартфон будет интересен в первую очередь тем, кто ставит во главу угла автономность. Для таких пользователей недорогой Лигу Shark 1 может стать настоящей находкой.